Всем привет! Сегодня так и хочется спросить, узнали? Я довольно редко так крашусь, но сегодня захотелось так, эх, от души, как в последний раз. Но сегодня разговор пойдет не об этом, а о том, что стоит купить на Алиэкспресс. Этот ролик я снимаю исключительно по своей инициативе, не в коллаборации с Алиэкспресс или с конкретными продавцами. Это тоже неплохо, но я просто хочу, чтобы вы знали. И я где-то краем уха слышала, что 11 ноября там стартует какая-то грандиозная распродажа. Я не знаю конкретных условий, но всегда будьте бдительны и осторожны, потому что иногда продавцы где-то за месяц начинают завышать очень сильно цены, потом делают скидку, но в конечном итоге все равно продают товары дороже, чем, скажем, 2 месяца тому назад. Так что обращайте на это внимание. Все, что я сегодня буду показывать, действительно недорогое и очень классное. Поехали! Не знаю, как в ваших странах, а в Польше довольно популярны такие домашние кофемашины, в которые вставляются капсулы отдельно с кофе, отдельно с молоком. И у меня тоже такая есть, ей лет 8. Я каждый день пью 2 чашки кофе. И в какой-то момент я настолько устала гоняться за этими капсулами, ездить в специальные магазины или постоянно помнить о том, что их нужно заказывать. И, конечно, это довольно дорогое удовольствие. И еще один момент. Пластика уходит довольно много. То есть, когда ты делаешь кофе с молоком, то это за один раз сразу 2 вот такие капсулы. И многие говорят, что здесь кофе не самого лучшего качества. Я уже даже забросила эту кофемашину на несколько лет. Совершенно не забыла. И потом встретила в продаже на Алиэкспресс вот такие капсулы многоразового использования. Причем они продаются пустыми. Я купила сразу 3 штучки. И воскресила свою кофемашину. Потому что мне нравилось, как она заваривала кофе. И сейчас я вот сюда просто засыпаю кофе. Вставляю. Ничего не протекает, не проливается. Эта капсула не портится. Даже после многоразового использования. Написано, что типа там 50 раз на одну капсулу. Но я пользовалась ею дольше. Мы спокойненько засыпаем сюда свой любимый кофе. Вставляем в кофемашину. Ничего не протекает, не проливается. И мы используем всего лишь одну капсулу. Честно говоря, я никогда не пробовала засыпать сюда, заливать точнее молоко. А сухого молока у меня нет. Без понятия, что из этого получится. Они, конечно же, есть в разных формах, в разных расцветках для разных кофемашин. Если вы не знали о том, что существует еще и такое решение, то теперь вы в курсе. Как-то миллион лет тому назад я купила вот эти органайзеры. Принесла только один. Но они у меня есть в разных, чуть не сказала расцветках, все в одном цвете. Но в разных размерах. Они с замком и с вот такой сеточкой сверху. Это важная деталь. Если будете выбирать, то я советую брать именно такие или прозрачные. И зачем я их использую? Они меня столько раз спасали. Значит, смотрите, когда вы куда-то едете, каждый человек берет с собой сменное белье. Там какие-то носочки, какие-то мелочи, которые мне вот лично некуда приткнуть. Я брала и обычные пакеты, ну вот, которые одноразовые в магазинах. Но, во-первых, они иногда рвутся, это раз. А во-вторых, чаще всего они непрозрачные и не видно, что внутри. А так, за недорого. Я один раз потратилась и теперь вот, когда едем куда-то с малыми или я куда-то еду. Я сюда даже бижутерию иногда складываю. Она, конечно, путается. Но, тем не менее, у меня все вот такие органайзеры в использовании. И чаще всего, конечно, я складываю сюда какое-то именно белье, пижаму, колготки. Ну, вот такие личные вещи. И смотрите, они не занимают много места. То есть, вот раз сжал и все. То есть, вам не придется держать какие-то огромные коробки у себя дома. Искать им специальное место. Так что, это была вот такая покупка. Ладно, попробуем. А оказалось, что она в жизни мне очень много раз пригодилась. Я не люблю быть голодной. А кто любит, скажите вы. Но я на полном серьезе, я не люблю, когда у меня большие перерывы между основными приемами пищи. Поэтому я всегда стараюсь помнить о том, чтобы взять с собой какой-то более полезный перекус. Фрукты, сухофрукты или же орешки. И часто у меня где-то там в сумочке что-то лежит или в машине, когда я попадаю в пробку. И вот мне становится плохо реально, когда я очень голодная. Так что я сразу что-то там захомячу и нормально. В общем, как-то я увидела на Алиэкспресс вот такие симпатичные пакеты. Которые закрываются, причем они так хорошо закрываются. Даже что-то полужидкое сюда можно сложить. Мне кажется, что оно не выльется. Они хорошо моются, такие прочненькие, нигде не рвутся. И также вы спокойно можете сделать из них стакан. Вот такой небольшой. Но тем не менее, в Кракове официально можно пить воду из крана. И также в городе есть места, где можно бесплатно набрать, попить водички. Так что для меня это настоящая находка. Так как я любитель краситься, я думаю, что по мне заметно. Но кисти я не очень люблю мыть. Я все-таки это делаю. Но что касается макияжа глаз, я буду пользоваться чистыми кисточками до тех пор, пока они не закончатся. И вот тогда я уже набираюсь сил, терпения. И становлюсь, перемываю сразу все. А так я буду что-то придумывать. Вот именно с кисточками для глаз у меня такая ситуация. Так что на помощь мне приходит вот такая волшебная баночка, в которой есть губка. Берем кисточку, где бы ее взять. Берем кисточку и начинаем ею вот так водить. Конечно, она не станет идеально белой или какой-то там светленькой. То есть полностью пигмент из теней не уберется. Но теней на кисти не остается даже темных. И потом спокойно, вот после такой чистки, можно набирать даже самый светлый оттенок после использования какого-нибудь, скажем, темно-коричневого. И продолжать выполнять макияж. Так что если у вас ограничено количество кисточек для глаз, но вы любите экспериментировать, пробовать новые оттенки, то советую обзавестись вот такой штукенцией. Мы с вами потихоньку перешли в категорию бьюти. Ну что ж, давайте продолжать. Много лет тому назад я купила целую пачку вот таких щеточек. Причем тогда я не задумывалась о количестве пластика. Но если вы визажист, если вам нужны такие одноразовые щеточки для туши, для бровей и вообще, если вы используете такие вещи для того, чтобы прочесать брови, ну что-то там сделать. Иногда даже вот здесь я подправляю тональный крем, когда он не очень хорошо распределяется у линии роста волос. В общем, такая многофункциональная вещь в косметичке. И в магазине она стоит в 10 раз дороже, если не больше. Так что выгодно купить на Алиэкспресс. Если вы сами себе делаете маникюр или гель-лак или даже работаете в салоне, то есть вещи, которые стоит заказать на Алиэкспресс. Там огромный выбор, как ни в одном другом магазине. Что касается дизайна, я заказала себе наклейки, кстати, которые ко мне до сих пор не приехали. Но они очень красивые, на них хорошие отзывы. У меня также есть вот такие искусственные ногти. Я все сидела, пыталась вспомнить, как это называется по-русски. 11 лет за границей и русским я все-таки не так часто пользуюсь. Поэтому, простите, но вы понимаете, о чем идет речь. То есть, когда тебе нужно накрасить просто какой-то лак, чтобы клиент или вы даже сами могли примерить себе ногу. Чтобы вы сами могли решить, что я хочу такой цвет гель-лака. Причем я заказывала и прозрачные, и разной формы. И вот такие матовые белые. Мне кажется, что выглядит более реалистично. Так же, как на ногтевой пластине на вот такой матовой белой поверхности. Мастера, что скажете вы, но по своему небольшому опыту, работы только со своими ногтями, могу сказать, что мне вот такие нравятся больше. Также я заказала себе несколько насадок для фреза, для аппаратного маникюра. Причем я пользуюсь как металлическими, так и белыми керамическими. И еще вот таким бочонком, который по своей структуре чем-то напоминает наждачку. И вот эти вот бочонки как раз я покупаю тоже на Алике. И мне больше всего нравится фреза в форме кукурузки. Ею я выполняю большую часть работы. Это у меня брендовые вещи от марки Самилак. Но я думаю, что на Алиэкспресс есть вполне себе достойные вот такие пушеры. То есть при помощи этого прибора я отодвигаю кутикулу, но не сильно нажимаю на ногтевую пластину. И вообще убираю что-то, если не могу с этим справиться. Очень удобная штука. У меня ее раньше не было и, честно говоря, она облегчает все махинации с ногтями. И вот это, девчонки, это просто решение любого маникюра, когда вы хотите сделать именно под кутикулу. Я распределяю лак, ну гель-лак. И потом для того, чтобы добраться именно к кутикуле, я беру кисточку и аккуратно подвигаю, как будто вы сейчас себе это можете представить. Короче говоря, я не знаю, у меня почему-то не хватает смелости и какого-то даже желания снимать видео о том, как я делаю маникюр. Потому что зачастую это уже вечер или я куда-то тороплюсь и мне не хочется тащить камеру. Простите меня, пожалуйста. Я знаю, что я вам задолжала, но у меня есть так много роликов, в которых я в том числе и показывала, как я делаю маникюр. И вот кроме вот этой детали у меня ничего не изменилось. То есть просто берем кисточку и аккуратненько подвигаем лак к самой кутикуле. Так работает большинство мастеров в тех салонах, в которых была я. И тогда все очень ровно, аккуратно. И, конечно же, маникюр долго выглядит свежим и опрятным. Для этого вам нужна очень тонкая кисточка, но не слишком длинная, потому что она начнет выгибаться, когда вы будете все аккуратненько прорисовывать. Я обязательно найду для вас самую подходящую модель. Также начала заказывать бафы, всевозможные пилочки, да, на все они там стоят копейки. И есть где разгуляться. Также видела, что есть популярные LED-лампы для того, чтобы сушить кириллак. Я, как вы знаете, ими не пользовалась. У меня есть всего одна, она тоже от бренда Самилак. Но если хотите, я могу поделиться ссылочкой. Если у вас есть любимая, то напишите, у кого из продавцов вы их покупали. Возможно, кому-то будет полезно. Классика жанра, чехлы для телефона. Я купила себе всего два. И с вот этим я проходила где-то полгода. Он немножко поцарапался. Ну, то есть поверхность стала не такой глянцевой. Но так ни краска не стерлась. Отдельно я купила вот такое колечко. Если вы такая же Маша Растеряша. Если у вас вечно все летит из рук. Или если вы так, как я иногда делаете фотографии в каких-то условиях. То на какой-то... Это сейчас так прозвучит. То на какой-то яхте. Но поверьте мне, что это то еще удовольствие. Когда твой трясет. Тебе просто в лицо дует холодный ветер. И ты ничего не слышишь. Ты особо ничего не видишь. Потому что вот так смотришь. Ну, короче говоря. Если погода классная. Ты купаешься. То это одно дело. А когда ты работаешь. Там что-то пытаешься сфоткать. И вот так тебя трясет. И ты боишься уронить телефон. То это колечко даже как-то подстраховывает. Или мы были на самой западной точке Европы. В Португалии. И я сделала очень красивую фотку. Но поверьте мне, что я стояла. Держала телефон вот так двумя руками. Чтобы меня не снесло. Там был такой ветер. Что мы выдержали буквально 5 минут. И ждали следующего автобуса. А автобусы ходят там каждые 10 или каждые 15 минут. Ну, то есть там дуло так. Что я думала, что выдует весь мозг. Вот. И, конечно, когда ты стоишь над пропастью. И там что-то пытаешься сфоткать на память. Или, ну, я блогер. И для меня фотографии в инстаграме важны. И вот тогда мне такого колечка не хватало. Потому что, ну, я не очень хотела бы уронить в пропасть свой телефон. А вот этот чехол я недавно только надела. Он более добротный по качеству. Тот тоже неплохой. Я на него не жалуюсь. Но вот этот прям такой, знаете, как будто он стоит мне 2 доллара. Не помню, за сколько я его купила. Но он был очень дешевым. Это у меня колечко просвечивается от магнита. О, кстати, нужно тоже на Алиэкспресс поискать. Очень нужный в машине гаджет. То есть, здесь магнит, в машине магнит. Вот там, где обдув. То есть, получается такой своеобразный холдер. Моё самое любимое это бижутерия. Вот эти серьги вы видели многократно. И они у меня от бренда Topshop. Ну, тот еще бренд. Я думаю, что они как раз родом из Алиэкспресс. И я их надевала очень много раз. Похожие серьги были у меня и на красной дорожке. Я постараюсь вставить вам фотографии, как это выглядит. Я очень часто надевала их и с платьями, и со всеми костюмами, и со смокингом. Это настолько удачная, скромная, элегантная и эффектная модель сережек, которая на праздники вам пригодится и на все дни рождения, и на фотосессии, куда угодно. Причем, я уверена в том, что те, которые я сама закажу на Алиэкспрессе, ничем не будут отличаться по качеству. Я, к сожалению, вот здесь потеряла где-то один камешек, даже не один, три, как минимум. Некоторые части сережек прям так потускнели, я реально их относила. И сейчас я сама жду распродажи, чтобы купить точно такую же модель. Они длинные, и когда я завязывала хвост, это смотрелось просто феноменально. Поделюсь с вами ссылочкой. Я сама чуть не прыгала отчасти, а когда нашла вот такие же. Потому что я чаще всего видела или короткие, или какие-то такие облезшие, и нашла то, что надо. Еще одна пара нарядных сережек. В прошлом году я надевала их на Новый год. И вот таких моделей на Алиэкспресс есть валом. Они есть в разных формах. Можно найти в серебре. Но как-то я больше предпочитаю именно золото. Смотрятся очень интересно. И я не могу сказать, что это прям такая дорогая, супер качественная бижутерия. Но когда вы ищете что-то к конкретному образу на несколько раз, а не на всю жизнь. Ну то есть это не золото. Это не ювелирное изделие. Вот. И почему бы себя не побаловать? Для разнообразия я только за. Я надевала их с таким топом в пайетках. Смотрелось это очень интересно. Вы знаете, когда вы надеваете что-то на вечернее мероприятие, тем более в клуб. В клубе вообще ничего не видно будет. Поэтому можете надевать не слишком дорогую бижутерию. Сережки, которые не все понимают. Кому-то они нравятся. Кто-то говорит, что это и как ты можешь это носить. Это одна из самых удачных покупок на Алиэкспресс. Они очень качественные. И сейчас вот такие асимметричные серьги очень актуальны. И смотрятся так оригинально. Они всегда привлекают внимание. Если вы за смелость, если вы не стесняетесь носить такую заявляющую о себе бижутерию, то присмотритесь к ним, потому что качество вас однозначно порадует. Можно носить так и так, как вам больше нравится. Я сама никогда не задумываюсь, а просто надеваю их. Сережки, которые я сносила за это лето, потому что все-таки жарко. И даже несколько раз я была с влажными волосами. И много раз брала их с собой в поездки. Они немножко поцарапались. Конечно, они чуть хуже по качеству, чем предыдущие. Но я вам вставлю фотографию. Посмотрите, как классно они смотрятся в образе. И никогда не скажешь, что это серьги за 2 копейки. Поэтому, если вам для фотографии, я еще раз повторюсь, для какого-то конкретного образа, они, между прочим, легенькие. Они смотрятся очень интересно. И поверьте мне, что большинство бижутерии, которые вы можете купить в H&M, еще где-то, по качеству, это приблизительно все одно и то же. И даже в этом, в Mango, я видела такие же серьги. О, кстати говоря о Mango. Девочки, это вообще хит. В прошлый раз я показала вам вот эти сережки. Оставила ссылку на продавца, у которого заказывала их мама. Но вы сказали, что их там уже нет. Это мои любимые колечки. Они офигенные. Простите мне, мой французский. Вот прям самые стильные, когда не знаешь, что надеть. Надеваешь эти, они очень крутые. Они легенькие. Я их так часто ношу. И даже в реальной жизни меня часто спрашивают, откуда они. Так вот, видимо, они там закончились у того продавца. Кто-то, кто был очень заинтересован, нашел эту модель. Она стоит около 2 долларов. Вот я даже вчера смотрела и нашла для вас новую ссылку. И, внимание, сейчас новые коллекции Mango такие стоят 10 баксов. Так что в 5 раз дешевле заказываем на Алике. И мне кажется, что при такой экономии стоит подождать несколько недель. А мне они пришли, точнее не маме, но они пришли то ли за 2 недели, как-то очень быстро в Украину. Очень прикольное жерелье, которое состоит из 3 частей. Но одно из них я не ношу и даже не смогла отыскать, потому что мне не нравится все, что вот так прям у шеи. Мне кажется, что я сейчас задохнусь. Поэтому я ношу только вот эту часть, которая так интересно падает в декольте, которого у меня особо нет, но зато смотрится прикольно. Ну, в общем, шутки шутками. Вот это первая часть, а вторая часть из жемчужинок. И она застегивается спереди. Вы, конечно, можете повернуть, но мне нравится, когда вот этот замочек так интересно висит на груди. Ну, не на груди, а здесь на области декольте. И кто-то скажет, что видно, что это бижутерия из Алии. Я люблю бижутерию, и я совершенно не ношу ювелирные изделия. Как-то я переболела, когда-то это было модно. У меня даже есть такое более нарядное кольцо. И вообще кольца я не особо... Я, кстати, заказала одно на Алии, оно не приехало, но я не по кольцам. Я даже обручальное не могу носить. Мне некомфортно, я не люблю. И, ну, вот так. Когда-то в юношестве я очень часто носила кольца, и не одно, а сразу несколько. Ну, не могу. Мне настолько некомфортно, как будто у меня связанные руки. И последние нарядные серьги, возможно, вы еще успеете заказать, и они приедут к Новому году. Но все-таки я постараюсь как можно скорее выложить это видео, и будет еще 6 недель. Я думаю, что этого достаточно. Но, во всяком случае, я буду держать за вас кулачки. Серьги, которые чуточку дороже, чем все остальные, ну, порядка 4 или 5 долларов, как-то так. И они есть в разных расцветках, в разных формах. И на Новый год я заказала себе, заказала бы себе в белом или голубом цвете. Очень прикольные и выполнены достойно. Причем, вы знаете, удивительно, но у меня никогда нет раздражения от сережек, которые я вам показала. Ни разу не было. Иногда покупаю что-то в Zara, например. Вот в Zara раз на раз не приходится. На бижутерию из H&M у меня тоже нет никакой реакции. И вот эти люблю, но они довольно тяжеленькие. Смотрятся очень эффектно. С черным, с белым нарядом и с серым тоже было бы красиво. Смотрятся очень достойно. Так как у меня уже официально начался сезон бледнолицых, я достала все свои автозагары и перчатки. Причем, знаете, вчера как назло. Я думала, что я перехитрую систему. Я нанесла автозагар на все тело. Вообще нет разводов. Все идеально. Я уже не стану вам сейчас доказывать все это дело. Но я решила помыть руки. И думала, вот здесь чуть пройдусь. То есть мыла рука об руку. И я думаю, пройдусь вот по этой части. И просто вытерла. У меня как назло аж сюда пошли разводы. А нужно было всего лишь взять перчатку и осторожненько все подтереть. Ну я в общем сама балда. А так для того, чтобы равномерно нанести автозагар, который в пене именно. Потому что если у вас лосьон или молочко, то вам вот эта штука не нужна. А те, которые в пене, у меня дают быстро очень красивый насыщенный оттенок. Но вот там, где заканчивается загар по логике, у меня всегда проблема. Или на руках, или на ногах. Но я перчаточкой вчера наносила там, где пальцы у ног. И все нормально. А тут поленилась. Уже знаете, не хватило терпения. И получите, распишитесь. Я уже ничем не стану отмывать. Мне ничего не помогает. Так что через несколько дней я приду в себя. Я надеюсь, что из моей истории было понятно, что я хотела сказать. Что для равномерного загара, если вы используете автозагары в форме пены, вам нужна вот такая перчатка. Причем очень классно, что она не белая, не какая-то коричневая. Ну типа бежевая, потому что нет цвета, и они есть разной формы. Ну я чаще всего пользуюсь именно такой. У меня есть и обычная такая, как что. Как непонятно что. Но вот такая вот варежка, как по мне, самая классная. Также на Алиэкспресс за несколько долларов я покупала мини-штатив для телефона. Он меня иногда выручает во всяких поездках, но сейчас я поняла, что мне нужен чуточку больше. И когда мне нужно сделать самой себе фотографию, селфи или я снимаю что-то для сториз, я пользуюсь вот таким штативом. Он хорошо держит телефон. Но сейчас я взяла бы себе на чуть более высоких ножках. И еще я нашла такую вещь, это то, что я точно себе куплю. Это такой небольшой штатив, который я чаще всего буду использовать в путешествиях. Именно для телефона с небольшой LED лампой, то есть с подсветкой. Это вообще просто гениальная идея. Я видела, что в инстаграме вот эти инстабутики продают их втридорого. Я такая, вы меня не проведете. Пошла и нашла себе на Алиэкспресс, вложу скидок и себе тоже куплю. А вот то, что меня реально покорило по качеству, я от них без ума. И сейчас каждый раз, когда я крашусь, я использую эти кисточки. И сегодня они были в деле. Это набор, который я купила где-то за 20 долларов. Все сидела там, скрипела зубами. Думаю, ну что должны делать эти кисточки, чтобы они стоили 5 штук. 20 долларов за 5 еще приемлемо. Но они из натурального ворса. Они очень мягкие. Они так идеально растушевывают тени. Я сегодня боролась с не самыми качественными тенями так долго и так муторно, как я только могу. Но мне кажется, что получилось неплохо. Хотя я знаю, что есть тени, которые работают лучше. Но я пробовала ими краситься всеми тенями, которые у меня есть. Я их обожаю и от всей души вам рекомендую. Даже если вы профессионально выполняете макияж, то тем более присмотритесь. Потому что они вообще не царапают глаз. Это нереально. Отсюда не выпадает ворс. Они прочные довольно. Я несколько раз их мыла. Но очень осторожно обращайтесь опять же с натуральным ворсом. Потому что вот так вот тереть им там и сушить лишь бы как. Тоже такое не прокатывает. И они очень легенькие и маленькие. Они не занимают много места. Я закажу себе еще один наборчик, чтобы положить еще и в дорожную косметичку. Чтобы у меня было чуть легче в багаж. А то иногда приходится самой там по 30 килограмм туда-сюда поднимать. А с моим состоянием здоровья вообще, мне кажется, что никому не полезно. Вот если вы хотите что-то подешевле, то есть кисточки Jazz Up. Вот я много раз их показывала. Они у меня сейчас грязненькие. Простите, потому что я часто ими пользуюсь. Часть у меня в дорожной косметичке. А часть вот стоит здесь. Иногда вы даже не можете отличить эти кисти от The Evo. Потому что по формам они очень похожи. И мне очень нравятся их кисти для лица. Вот эту я использую для бронзера. Очень классная для пудры. Для бронзера или для румян. Кисточки для глаз тоже неплохие. Но по мягкости они, конечно, уступают тем оранжевым, которые я показывала ранее. Еще один бьюти гаджет, который я не всегда стараюсь использовать вместо палитры. Потому что когда стойкий тональный крем или стойкий консилер, у меня здесь вечно пятна на руках. Вот так что я выдавливаю сюда и потом крашусь. Конечно, я это все протираю, дезинфицирую и все отмывается. Я думаю, если бы это был натуральный камень, то все бы проникало и оставались бы пятна. А так без проблем все моется, чистится. И они есть в разных расцветках, в разной форме. Я думала, что форма будет другой. Но как-то не приходится выбирать. Что прислали, то прислали. Недорогая штучка. Очень эффектно смотрится. Вы можете использовать это как подставку под колечки, под небольшие сережки. Даже под мыло можно использовать. Почему бы и нет? Кстати, не додумалась. Прикольная вещь. И она меня просто радует на моем туалетном столике. Для тех, кто смотрит меня постоянно, это не новинка. Как и некоторые вещи из сегодняшнего видео. Но я решила все собрать в один ролик, чтобы было удобно посмотреть. Особенно в период распродажи. Я думаю, что он будет востребованным. Так вот, я покупала как-то дозатор для мыла. Он очень классный, стильный. И в H&M, например, такие гораздо дороже. Он очень быстро пришел. И у меня нет никаких нареканий к самому дозатору, к помпе. У меня есть несколько домашних вещей. Каких-то баночек, чего-то там, которые я очень люблю. Есть и прихватки у меня. И, в общем, на все свое любимое я оставлю вам ссылки в описании. Еще я хотела бы очень сильно посоветовать вам подсвечники, которые стоят 2 доллара от силы. Но они создают такую уютную, такую приятную, праздничную атмосферу. И там есть обычные, без каких-то снежинок. Просто такие не сезонные, а нейтральные. Простите. И если купить несколько и поставить их на праздничный стол, это будет смотреться эффектно. Я не стала доставать свое из новогодних украшений, потому что у меня такие есть серебристые и красные, которые я использую каждый год, когда создаю новогоднюю атмосферу. Но у меня также были зеленые. Несколько муж разбил, остался только один. Которые я на Пасху как-то купила. Они у нас стоят 10 злотых, то есть около 3 долларов. На Алиэкспресс чуть дешевле. Но самое главное то, что они не везде доступны. И не всегда есть возможность куда-то ехать специально за какими-то дешевыми подсвечниками. А так ты заказываешь, тебе привозят на дом. Я вам просто гарантирую, что вам понравится именно атмосфера, которую они создают за несколько копеек. Докупаете маленькие вот эти свечечки и очень-очень-очень красиво смотрятся. Я люблю такие штучки. Я также собираюсь заказать всякие детали, ленточки, шнурочки для того, чтобы упаковать в подарки. Вы знаете, что я люблю это дело. И где-то 3 года подряд я так чуть больше внимания этому уделяю. Если помните, я когда-то использовала пуговки, которые я клеила прямо на упакованные уже подарки. Это смотрелось очень эффектно, перевязывала все каким-то бантом. Выглядело очень прикольно, оригинально. В позапрошлом году, я не помню, по-моему, я была помешана на крафтовой бумаге. В прошлом году, наверное, тоже. Но я всегда стараюсь выбирать какие-то разные штуки. И в этот раз я нашла не просто вот эти зимние ягоды, еще и желуди. Ну, короче говоря, это просто, знаете, бездна, в которую ты ныряешь, и ты понимаешь, что мне это, это, это хочется. Если я найду что-то еще интересное, я поделюсь с вами внизу. И, конечно, в этом году буду снимать влог, как я запаковываю подарки. Может, вам также будет интересно, что я собираюсь купить. Во-первых, мне очень нравятся такие массивные серьги цветные. И, возможно, мы таки отправимся с детьми в отпуск. Сейчас вот в ноябре не получилось, в декабре я по работе не могу. Может быть, в январе. Я на это очень сильно рассчитываю, поэтому хотела бы сейчас для каких-то летних образов заказать какую-то бижутерию. Не какую-то, а конкретную. Я нашла такие огромные серьги, они очень круто смотрятся на фотографиях. И их я покупаю именно для выхода на ужин, скажем, да, или же для фотографий. Если вы любите такие большие яркие серьги, то они должны вам переглянуться. Еще меня привлекли серьги в виде сердца, такого розового. Прикольные, немножко не характерные мне, но для летних, опять же, нарядов очень классные. И для Нового года, или для какого-то торжества я нашла такие серьги с перьями. Но они не прям такие вычурные, а более элегантные, более скромные. Их я надела бы с моим черным платьем, с серым жакетом. И вот эти серьги, они такие серо-зеленые. Я вставлю вам обалденные. Мне кажется, они смотрятся роскошно. Вот, уже не стану приносить остальные вещи. Я надеюсь, что вам было интересно. Вы вдохновились, вы узнали, увидели что-то новое. Если да, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Всех целую, обнимаю. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.